добрый вечер сегодня будем готовить пельмени по польской пироги тесто я уже сделала для теста взяла муки 1 килограмм соль 3 грамма это чайная ложка масло 30 грамм и вода у меня кипяченую воду 250 грамм разбавила минеральной водой 250 грамм 500 грамм вот на литр муки это у меня все пошло и одно яйцо вот у меня получилось такое тесто тесто стоит отпочивает его прикрыть так дальше для фарша для фарша у нас капуста паре порубленная мелко кислая квашеная кислая капуста фарш укроп копырок по-польски петрушка лук зеленый и 3 луковицы сейчас лук лук порежу поджару на далее его порежу зелень все смешаю и тогда буду раскатывать тесто зелень я порезала вот ее блендером перебила сейчас всыплю к мясу капусту зелень и цебульку пожарила вот сейчас все всыплю добавляю соль где-то грамм наверно пол чайной ложки и пепш и перчик по-польски пепш пепша можно хорошо добавить вот не вымешиваю тесто мешу всегда голыми руками у меня нету маникюра ногти срезанные поэтому краской ничего у меня не останется и я люблю человек должен руками голыми руками чувствовать тесто какое оно а если ты не чувствуешь тесто вот такое тесто у тебя и получится чем кулинар и это отличается что он чувствует тесто какое тесто хорошее вот здесь в польше с дрожжами всегда плоховато но нужно всегда смотреть особенно в бедренке если покупаешь на на срок действия сколько раз не брала я уже сразу вижу как тесто что она не пойдет что это за тесто которое как посмотрю потом на срок годности конечно там уже остались последние дни где же такие дрожжи пойдут а если дрожжи свежие они у любого человека пойдут и пойдут так хорошо поэтому все зависит от муки от качества если мука качественная чем больше тип муки там 450 600 конечно же эта мука будет лучше а для хлеба для выпечки здесь в польше вообще мука 2000 конечно с такого с такой муки очень хороший хлеб получается качественной и смачной бардзе ну вот сейчас попробую ну вот такие у нас такая будет начинка не знаю кто говорит вареники кто пельмени в польше делают с чистой капусты пельмени я не люблю я больше люблю пельмени с мясом ну и вот такие люблю совместно мясо капуста зеленью такие это мысль я со своей свекровью раисой васильевны когда была молодая еще в молодости там она жила в ханты-мансийском округе и мы на везде ходе сначала на самолете потом на вертолете летели в тайгу и вот она учила меня готовить очень хорошая у меня себе кровь была уже нет ну навыки остались многому чему я научилась у нее она с украины сама все ее родственники там сестры братья все на украине с донбасса вот такие дела все вот тесто раскатала увидеть тесто кровь и сейчас буду с этой форме формочки лепить вырезать кружочки вырезаю вот такие у меня получаются кружочки с нашим живое на противень ну вот на кружочек вылаживаю начинку и теперь аккуратненько можно делать так так но я люблю буду показать как я делаю я всегда люблю ровненько на любыми тогда я вот так беру 1 2 3 4 5 6 вот такое меня получается подходов у меня пельменях нет я муку на низ совсем немножко подсыпаю а когда и совсем вот последнее что у меня остались кружочки и обратно сейчас их со мной сейчас раскатаю по-новому тесто такое чуть-чуть кажется плотноватая но тесто хорошая хорошо тянется посмотрим сколько я с килограмма налеплю пельмени 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 проставил